Ваша любимая тема Китай. Там, в общем-то, как вы знаете, в третий раз избран Си. Это беспрецедентно даже для Китая. И на доводском форуме они недавно заявили о том, что не выходит ситуация пандемии. Они открывают Китай, они опять будут делать экономику другую и так далее. Вот что нас ждет? Потому что представители Америки и Соливана, многие другие, заявили о том, что если Китай только даст оружие России, то санкции последуют незамедлительно. А все-таки Китай и Соединенные Штаты Америки связывают не только вражда, но и там тесные торговые отношения. И Китай в этой ситуации больше зависит все-таки от штатов, чем штат от Китая. Поэтому как они будут дальше себя вести по отношению к России? Как вы считаете? Ну, насчет того, что Си Цзиньпин станет третий раз председателем, я спрогнозировал еще в 2013 году, в своих передачах, в 2013-2014 год, что будет изменена Конституция Китая и Си Цзиньпин станет мало подобным. Именно такая вот цитата была, привожу свою собственную цитату. Да, действительно, Си Цзиньпин пытается конкурировать с Мао Цзэдуном, с первым императором Китая, не знаю, с кем больше, да, с Шихуандзи. И вообще он, конечно, амбициозный весьма, это было видно еще давно, и он отстраивает политику Китая под себя. Так вот, чтобы превзойти Мао Цзэдуна, конечно, Си Цзиньпину не нужна экономика, тем более его личность не связывается с подъемом, экономическим подъемом Китая. То есть, поэтому Дэн Сяопин, так сказать, отец китайской экономики и вот, ну, современной экономики. И поэтому Си Цзиньпину надо что-то сделать такое, что прославило бы его в веках и так далее. И он бы мог конкурировать с Мао Цзэдуном. Ну, присоединение России, это как раз то, поскольку никакие Тайване, ну, Си Цзиньпин вернул Тайвань. Что за фигня? Куда он Тайвань-то уходил? На Тайване китайцы живут, там не будут жить японцы или русские никогда. Там всегда будут жить китайцы и всегда это будет Китаем. Поэтому для Си Цзиньпина сейчас очень важен вот этот вот визит 21 число. Почему 21 марта? Потому что это по Финшуй очень круто для начала серьезного движения. То есть, он в эти дела свято верит. Я отслеживаю, он делает все как положено по Финшуй. Вот по Финшуй положено присоединить Россию и начать действия в этом направлении с 21 марта. Поэтому я убежден, что будет объявлено о какой-то небывалой интеграции, которая в конечном итоге должна перерасти в союз. 21 марта будет объявлено? Ну, когда они встретятся, конечно. Но я не знаю, в каком объеме это будет объявлено. То есть, между собой они решат этот вопрос 21 марта. Совершенно точно. А когда уж они нам про это расскажут, конечно, они сразу не скажут, что Китай поглотит Россию. Они будут говорить о каком-то великом экономическом сотрудничестве. Потом заявят о союзном государстве Белоруссия, Россия, Китай и так далее. И все это будет очень красиво. Посмотрим, как это будет выглядеть. Конечно, Китаю выгоднее всего было бы без войны забрать Россию целиком. То есть, путем того, что Путин подпишет все договора, это будет союзное государство. Поставить можно командовать союзным государством кого угодно. Он медведев. Например, тем более, что я так понимаю, ярлык на это он уже получил, поскольку он такой абсолютно бессмысленный человек, является алкоголиком, каким-то там занюханным. И Китай воспринимает его как политический труп. А занять труп – это одна из очень важных стратегем в китайской политике. Поэтому этим трупом, как варионеткой, очень легко управлять. И я думаю, что в этом направлении все и будет развиваться. И при этом Китай тогда получает без войны всю территорию России. Если Россия разваливается в результате того, что украинская армия выходит к границам 1991 года, отвоевывает у Путина Крым, в России начинаются чудовищные процессы, в том числе государства, которые вошли уже в сферу влияния Турции, такие как татари, башкирия и так далее, заявят о своем суверенитете, восстанут мигранты и начнется рок-н-ролл. Китай – это не очень выгодно. Почему? Потому что Запад получит трубу, получит северные регионы, куда поставят какого-нибудь условного Волкова, командовать какую-нибудь марионетку. И чубайсом, имя всем чубайс, кого бы Запад не поставил, это будет такой коллективный чубайс. Кстати, и чубайс, вот как-то он так и исчез, где-то там в районе Израиля он так и исчез, растворился, по-моему. Вот последний раз. Обеспечить, чтобы трубу, нужны будут вот такого рода люди, да. Какие-то республики, да, в составе которой были Россия, уйдут, создадут какой-то тюркский мир, там, союз тюркских государств и так далее. И Китай тогда может рассчитывать на небольшую часть, да. Если, конечно, не получится у него одним махом проглотить Россию, он будет глотать по кусочкам. То есть он согласится на это, имея в виду, что заполучит небольшую часть без всего, без всякой войны. Потом он эти тюркские государства схорчит, это вообще без проблем. Потом он все, что связано с трубой и западными частями съезд и так далее. В данном случае он будет использовать Беларусь, это самый лучший вариант. И Лукашенко, у которого есть армия. Если Китаю нужна будет война для этого, он не будет сам воевать. Он пустит Лукашенко воевать. Ну, не с Украиной, конечно, а за московский престол. Это совершенно точно. И Лукашенко, собственно, к этому и готовится. И Са Цзинпин четыре часа с ним именно об этом и говорил. И поэтому сейчас ситуация патовая для вот нас, да. Поскольку если не будет решительных боевых действий на территорию России, мы потеряем всю Россию. Поэтому она для нас абсолютно патовая. Нам нужно сформировать в любом случае такую повестку, которая бы привела к гражданской войне в России. Единственное спасение, как ни парадоксально, чтобы спасти Россию, ее надо расчленить. Ну, вот смотрите, так сказать, шансы на гражданскую войну. Мы видим, что санкции все-таки работают. Это первое. Второе. Мы видим рост количества ЧВК. Сегодня не только Газпрома, а каждый жук и жаба имеет свое ЧВК. Там более, говорят, уже около 60 ЧВК. Мы видим, что британская разведка нам говорит в своем ежедневном отчете, анализирует, так сказать, мобилизацию и сколько людей гибнет. И они говорят о том, эти специалисты, что гибнут сейчас в основном, конечно, уроженцы такие глубинки российских регионов. И такие города, как Москва и Санкт-Петербург, остаются, ну, относительно невредимыми. Но, в принципе, мне кажется, что уже и до центра доходит, что происходит, и что скоро будет их очередь. Так вот, шансы на гражданскую войну. Когда это возможно? Вот начало этих массовых выступлений. И будут ли они в принципе? Не, ну, гражданская война начнется, как только Украина дойдет до границ России. И как только республики заявят о своем суверенитете, это будет главное. Или если будет уничтожен Путин. Вот мы планируем как бы уничтожение этого человека или этого нечеловека. И как только он будет уничтожен, так все начнется. Все эти ЧВК, вы понимаете, они, ну, не монолитны. Это же не армия, у которой есть единое руководство и есть полиция. ОПГ, Вячеслав, понятно, что это как ОПГ, как бы просто криминальные облады. Но их же будут, если начнется какая-то заварушка, их же будут использовать разное там олигархи и прочее, как просто как инструмент, понимаете? Они больше между собой. В ЧВК люди получают зарплату, понимаете? Что же они будут за зарплату работать на этих олигархов, нахер они им нужны? У них есть оружие. И они организованы. И любую зарплату они себе сами могут отвоевать. Столько, сколько им надо. Да, вот они печатный станок в Москве. Тот, кто захватит печатный станок, тот будет печатать деньги. Понимаете? И для этого ему не нужен Пригожин, для этого ему не нужен Миллер, не нужен Сечин. Да, у них есть полевые командиры, которые будут решать эти вопросы. Это будут совсем другие люди.